Когда-то на этой дороге были ямы и колдобины. Проезжая часть приносила массу неудобств автолюбителям. А сейчас после ремонта ровный и чистый асфальт. Машины проезжают без качков и бесшумно. Улица Губкина в этом году отремонтирована благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность проезжей части составляет 1765 метров. В ходе работ обновили дорожное покрытие, въезды, были обустроены тротуары, установлены бордюрные камни. На трех участках дорог работы уже завершены. Чтобы оценить качество работ и принять решение о приемке дорог, в комиссии приняли участие глава администрации Игорь Миронов, совместно с депутатами городского совета, сотрудниками администрации и общественниками города. Улица Губкина была поделена на три сектора, где за каждый участок дороги отвечала отдельная подрядная организация. Комиссия всю дорогу обошла пешком, осмотрела каждую территорию. По первому участку дороги, там где подрядная организация выполняла работу спецавтохозяйства «Плюс», мы приняли эту дорогу без замечаний. Качество на высоте, замечаний у нас не было. По второму участку, протяженность которого составляла 666 метров, где работы проводились от бульвара Салават Юлаева до улицы Калинина, качественно выполненных работ не удовлетворила комиссию. У всех членов приемочной комиссии были замечания к качеству выполненной работы. Замечания касались как отсутствие должного занижения автодорожного покрытия в местах примыкания с тротуарными дорожками в целях исключения образования луж после дождей. Это вопросы, связанные с обустройством ливневых колодцев, ну и в целом с тем, что работа выполнена неопрятно, что ли, то есть видно, что есть вопросы к культуре проведения работы. А по третьему участку отметили только о необходимости очистки ливневых колодцев от асфальтовой смеси. Все недочеты, которые выявили во время проверки подрядной организации, должна будет устранить в течение 10 дней. Придется часть асфальта все-таки снять с этих колодцев, чтобы привело к нормальной эксплуатации системы. Для того, чтобы просто открыть колодец, просто рабочий смог спуститься в этот колодец, произвести определенные работы для нормальной функционированной системы. Договорились, что мы еще соберемся по вот этому участку, который у нас было больше всего замечаний. Пройдемся еще комиссией, просмотрим, как устранились ли они или не устранились. Ну и еще дадим комментарий тоже по этому поводу, принимаем ли мы этот участок дороги или нет. На данный момент он не принятый. Принято только всего лишь два участка, у которых у всех членов комиссии было наименьшее замечание. На этом ремонт дорог в городе еще не завершен. В ближайшем будущем приступят к ремонту еще пяти участков. В целом по программе безопасной и качественной дороги приведут к нормативному состоянию 6 километров словацких дорог. Лиеша Ниязова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Слават».